Всем привет! С вами Кэт Рукодельница. Сегодня мы научимся вязать вот такой вот воротник гольф, который идеально подходит для зимних свитеров. Смотрите, вот с таким вот аккуратным переходом от воротника к самой кофточке. То есть, вот так этот переход выглядит у меня по лицевой стороне и вот так вот по изнаночной. То есть, сейчас у меня можно сказать, что петли готовы для вязания свитера регланом сверху вниз. Сама высота воротника получается гольф, вот это место, где идет резиночка 2х2, длина взрослого человека достаточно 19 сантиметров. Я набирала всего 68 петель, пряжа у меня полушерсть, достаточно толстая, примерно 100-120 метров в 100 граммах. Приступим к вязанию. Для вязания воротника гольфа я набираю петельки. Любым можно способом, я выберу итальянский, ссылка на такой набор будет в описании к видео. Всего я наберу 68 петель. Причем количество петель должно быть таким, чтобы когда мы свяжем нашу резинку для воротника гольфа, наша голова легко в него проходила. То есть, в полностью растянутом виде ширина или диаметр нашего воротника гольфа должен быть равен обхвату головы. Набираем необходимое количество петель, распределяем их на 4 спицы и вяжем в круговую резинкой 2х2. Я провязала уже 19 см резиночкой 2х2, это будет достаточно для длины воротника гольфа. Теперь мы перейдем к вязанию полой резиночки. Для этого берем спицы меньшего размера, делаем накид вот так вот к себе и вяжем лицевую. То есть, накид к себе лицевая, все петли в итоге мы провяжем лицевыми. Так чередуем до конца ряда. Я довязала ряд до конца, количество петель у меня удвоилось. Начала ряд накидом, закончила лицевой. Все накиды вяжем изнаночными за переднюю стенку, чтобы изнаночная была перекрещенная. А лицевые снимаем непровязанной нить за работой. Накид вяжу изнаночной за переднюю стенку. И лицевая нить за работой я переснимаю. Так вяжем ряд до конца. Я уже довязала ряд до конца. Так у меня выглядит лицевая сторона и на изнанке получается рубчик. В следующем ряду мы изнаночные петли будем снимать нить перед работой, а лицевые наоборот провязываем. Так вяжем до конца ряда. Вот что у меня получилось. Теперь мы вяжем следующий ряд и здесь поступаем наоборот. То есть, теперь мы провязываем изнаночные петельки, а лицевые снимаем и нить за работой. Так до конца ряда. Приступаем к последнему ряду вязания полу резиночки. Теперь мы начинаем снимать изнаночные петли, а лицевые петли провязываем до конца ряда. На этом этап формирования переходного канта окончен, он получился плотным. Дальше мы берем спицы, которыми вязали саму резиночку 2х2. Теперь мы все в петли будем провязывать по 2 вместе, то есть вернемся к изначальному количеству набранных петель. Провязываем следующим образом. От первого у нас изнаночная петля должна быть, вторая лицевая. Подхватываем за передние стенки и вяжем 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Я уже довязала ряд, то есть количество петель вернулось к исходному. Посмотрите, какой аккуратный кант получился. Так он выглядит на лицевой стороне и вот изнаночная сторона. Еще плюс этого метода в том, что кант сохраняет примерно такую же растяжимость, как и сама резинка 2х2. На этом мой видео урок подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока!